На самом деле всегда можно понять, почему другой человек вам соврал, войти в его обстоятельства, посмотреть на ситуацию его глазами и понять внутренние факторы этой ситуации, которые сделали для него ложь предпочтительной, нежели правду. Другое дело, как вам дальше с этим быть, потому что, с одной стороны, вы можете посмотреть на эти обстоятельства и подумать, как бы сделать так, чтобы он в них больше не оказывался, а с другой стороны, конечно, возникает внутреннее напряжение с точки зрения возможности доверия. И здесь важно, конечно, обойти эту ложь с другой стороны и попытаться на немножко других основаниях формировать новый паттерн отношений. В конце концов, все мы не всегда бываем честны, поэтому такое категорическое осуждение людей, наверное, избыточное. Меня иногда спрашивают, имеет ли смысл винить в чем-то других людей. Я, честно говоря, просто не очень понимаю суть этого вопроса, но вы можете винить кого-то, что он поступил таким образом, а не другим, и вам от этого станет легче или не легче. Вот на этот вопрос вы должны себе ответить. Другие люди ведут себя так, как они себя ведут, с учетом тех обстоятельств, в которых они находятся. И вот эти обстоятельства, их внутренние обстоятельства, внешние обстоятельства, в которых их находились, заставили их поступить так. Возможно, в вашем отношении это было неправильно, вам было больно и так далее, но вы просто можете дальше с этой болью идти и нести ее по жизни. А можете оставить там с этим человеком и открыться для новых возможностей, для новых отношений. Берегите себя по-настоящему. Если вам кажется, что все округ тупые или идиоты, первое, что нужно сделать, это расслабиться. Потому что если вы напрягаетесь, и у вас эта желчь, так сказать, крутится, она вас же самих и отравит. Второе, нужно, конечно, понять слово «все» очень такое опасное, потому что если все кругом идиоты, может быть и с вами что-то не так. Ну и третье, это понять, что вы хотите от этих людей, в чем ваши ожидания. Если вы рассчитываете, что они все будут понимать, все будут делать идеально и так далее, этого точно не случится. Может быть, дело в завышенных требованиях, и с этим надо бороться. Что бы вы ни сделали для другого человека, вы ждете благодарности, причем двухкратной, в соответствии с эффектом владения. И этого благодарности нам всегда ощущение, что нам не дали спасибо. Почему? Потому что для всех это естественно. Одалживать друг друга и не благодарить должной степени. Но если вы понимаете это, и понимаете для себя важность и ценность отношений, благодарите всегда других с запасом. Знаете, от вас не убудет, а человек будет чувствовать, что вы действительно цените то, что он для вас делает. И если он это почувствует, то он будет продолжать это делать. А вы будете продолжать чувствовать себя, как бы сказать, нужным. Ну, не нужным, а в смысле ценным. Вы всегда должны понимать, что вы проживаете каждую свою жизнь. И если вы не создадите условия, что ваш партнер, ваша вторая половина, начнет тревожиться за результат того, что с ним происходит, сам не начнет, не вы начнете, а он не начнет тревожиться, вы ничего не добьетесь. В конечном счете мы все равно всегда оказываемся ответственны за то, как мы собственную жизнь прожили. И если вы ее тратите всю дорогу на то, чтобы тревожиться о ком-то, вместо того, чтобы потревожиться о себе, потому что некоторые вот, например, найдут себе мужа-алкоголика и тревожатся за него, тревожатся, тревожатся, тревожатся. Давно бы уже пора было по себе протревожиться, и как бы, может, он и пить бы перестал, понимаете? Поэтому не надо работать домкратом, вот, так немножко, тык-тык-тык, подработали домкратом, а потом, ну, а вообще есть варианты, типа, я встану и, может быть, с дивана, и, может быть, кое-нибудь пойду, а там дальше неизвестно, может, вернусь, конечно, а может, не вернусь. И все, видите, совершенно другой калинкор, так сказать, сразу тревога возникает, что уйдет и привет, лови ее семеро.